Ну а прямо сейчас в нашей студии гости. Это Адель Ахмедон-Гореев, Илья Прокофьев и Руслан Юсупов. Наши татарстанские поисковики, решившие воссоздать легендарный военный бомбардировщик Пе-2. Доброе утро, джентльмены, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Итак, как возникла эта идея и кому она первому пришла? В голову, скажем так. Ну, наверное, первому никому, а как бы группе лиц она пришла в голову. Но проблема в том, что в годы войны именно в Казани строились такие самолеты, и за годы войны было построено 11,5 тысяч штук. Из них тысяча штук было построено на Иркутском заводе, а вся остальная масса была построена именно здесь, в Казани. И на сегодняшний день вообще в нашей стране осталось всего три таких экземпляра самолета Пе-2. То есть два из них находятся в Монино, в музее авиации, и один в Свердловской области, в частном музее. А у нас здесь, в Татарстане, ни в Казани, ни одного вообще экземпляра самолета, который массово строился здесь, и который был самый массовый самолет-бомандировщик периода Великой Отечественной войны, к сожалению, у нас не существует. Поэтому идея такая родилась. Мы очень давно работали на местах падения самолетов, поднимали очень большое количество, устанавливали экипажи. Но вот собрались и решили о том, что ну ведь как так вот у нас здесь, там где этот самолет родился, наш родной. А с чего поиски начались? То есть вы знали какое-то место или это случайные находки какие-то? Или целенаправленно? Нет, дело в том, что мы целенаправленно занимаемся этим. Сначала работаем с архивами, потом с местным населением. То есть поисковые экспедиции проходят почти что во всех субъектах Российской Федерации, там где проходил фронт. Но именно вот этот самолет, с которого мы начали, это как раз Мулманская область, озеро Средневаенское. И как раз это благодаря нашим коллегам-поисковикам из Мулманска. Да, мы знаем, что есть еще и документальный фильм, который вы снимаете. Да, это благодаря нашим коллегам. Есть возможность посмотреть, отрывочек небольшой. Чтобы иметь представление. Значит, вот размер наиболее крупного обломка 6,6 метра. Это центроплан, да, возможно? Возможно, центроплан. Тоже большой объект, размером около полутора метров. Вот это у нас предположительный центроплан, размеры которого мы измеряли по 6 метров. Вот это, я не знаю, как бы, ну, условно, этот объект примерно там 3-4 метра на 2-2,5 метра. Две стоечки стоят высотой там 0,6 метра, над грунтом они выступают 0,7. А это вот что за часть? Это двигатель. Это мотор 105, который установлен сердцем. Можно сказать, одна из самых главных частей, да, сердца машины. Одно из сердец. У него было два мотора таких. Вот, в 2018 году мы продолжим работу на этом месте. Но важно еще отметить, да, для обывателя, что мы не просто восстанавливаем самолет по каким-то рисункам, да, а мы собираем детали, ну, вы, да, собираем детали по всей стране, по всей линии фронта. И из этих деталей должен получиться в итоге цельный самолет. Будет восстановлен именно в жил почти что, ну, в один-в-один, то есть стопроцентная копия. И максимально большое использование именно как раз родных. Оригинальных, родных деталей. Ну, естественно, вы какие-то дополните там уже. Конечно, те, которые невозможно восстановить, конечно, будут восстановлены заново. И самое главное, это личности, это жизни людей, героев. Удается ли восстанавливать личности пилотов? Почти в каждом случае мы, в первую очередь, конечно, занимаемся установлением имен экипажей, кто погиб на этих самолетах. Ну, как самолеты, то, что мы собираем, ведь есть и вынужденные посадки, где экипажи остались живы, но, тем не менее, мы собираем и историю об этих людях. Потому что это ведь тоже самое важное в нашей поисковой работе, это установить личности. Установить личности, кто управлял этими самолетами. И вот уже собранный самолет, это не просто как памятник какой-то будет, это будет как раз, его будет окружать вот эта вся история всех экипажей, всех людей, кто на нем. Кто начинал его строить у нас здесь в Казани. Петляков, как рождалась идея. И каждый экипаж, каждый полк, кто здесь в Казани получал самолет. Адель Ахмедгореев, Илья Прокофьев, Руслан Исупов. Наши поисковики, которые восстанавливают легендарный бомбардировщик Пе-2. Восстанавливают в прямом смысле, находят детали. Мы видели кадры из фильма, где вы на большой глубине. Да, это очень сложный процесс. Вообще, как это проходило? Какие есть сложности? Где вы находите? Тонкости, может быть, да. Двигатель, который вы видели, он находился на глубине, ориентировочной 26 метров. Что было понятно, это высота где-то 9-этажного дома. А как вы обнаружили на такой глубине? Видели по эхолотам? Да, то есть там эхолотом обнаружили более-менее по месту. Можно было определить какие-то детали. И уже непосредственно потом в полнейшей темноте поработали на глубине. А почему в полнейшей темноте? То есть там темно? Да, вот. Как раз там продумывали перед выездом, Руслан, да, собрать свет, чтобы под водой можно было снимать. Вы под водой снимали еще? Да, ну плюс работали, поднимали, крепили груз, осуществляли съемки. Вот. И фильм, в принципе, у нас будет там закрытый примерный показ 25-го числа. Сюжет, в принципе. Да. Как называется фильм? Это документально или художественный? И о чем он? Вопрос в красном языке. В фильме называется «Крылья победы», «Оборона Заполярье». И сюжет говорит о том, о поисковых отрядах из Казани, которые достают потомнувший бомбардировщик ПДА из глубины Заполярных вод. И, ну, вот, в принципе, рассказывает о всех сложностях, ну, вот этой работы, да. Хочу добавить о том, что именно, как раз, основные работы подводные проводили, как раз, водолажи нашего Казанского подводного клуба «Бентес». Это уникальные ребята, которые, вот, можно сказать, семья Галимовых, да, которые, вот, вместе отец и сын, они постоянно попускались на эту глубину вместе с ребятами, которые снимали. Из-за пробок не смогли подъехать. Ага. Это, на самом деле, это большое. Привет им передайте от нас. Да, и последний вопрос, все-таки, когда и где мы сможем увидеть, вот, непосредственно уже оригинал, скажем так. 25 февраля. В готовом виде, нет, я имею в виду самолет. А, самолет, самолет, да, 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 самолет. Когда он соберется до конца? Самолет, сложно сказать, когда соберется. Почему? Потому что работа ведется постоянно. Вот, например, только недавно мы вернулись из Новгородской, Псковской и Брянской областей, где также с нашими коллегами-поисковиками поднимали из болота фрагменты самолета Псковской области. Нам ребята подарили часть фрагмента от хвоста, то, что еще в 2009 году найдено. Брянские поисковики, например, узнав о нашем проекте, нам еще один двигатель подарили, стойку шасси подарили. Вот мне огромное спасибо всем, кто нам помогает. То есть вся Россия участвует. Всем нашим поисковикам, всем нашим коллегам, кто с нами работает в Мурманской экспедиции, ребятам, кто снимает этот фильм. И самое главное, будет продолжение фильма, Витя? Ну да, естественно. Мы будем рассказывать о сложностях этих задач вообще, в принципе, реставрации самолета. Ну, то есть планируется серия фильмов, не один. Ну что ж, мы желаем вам удачи. Удачи, конечно же, и в поисках. Потому что это нужно для всех. Спасибо. Ну и фильм тоже будет интересно глянуть, конечно же, как отчет небольшой. Спасибо вам большое. Спасибо.